На минувшей неделе область определилась с бюджетом на 2018 год. С этой темы губернатор Сергей Морозов начал традиционное аппаратное совещание. Глава области отметил, что основные задачи находятся в взаимосвязи с главным финансовым документом региона. Губернатор обозначил три важнейших направления работы. Их решение будет посвящено как начавшейся неделе, так и весь следующий год. Первое это построение общества социального благополучия. С неукоснительным стремлением повысить благосостояние и качество жизни. Второе это создание особо комфортного предпринимательско-инновационного климата. Направлено на формирование современной инновационной и устойчивой экономики. И третье это формирование открытой, подотчетной, находящейся в постоянном диалоге с гражданским обществом власти. И содействие самоорганизации общества. После таких программных заявлений губернатор перешел к критике недостатков по отдельным направлениям. Сергей Морозов выразил недовольство слабой работой уполномоченных по правам человека, по защите ребенка и по противодействию коррупции. Очередные несовершеннолетние с родителями пошли куда-то в какую-то сауну париться, отравились и все остальное. И ни одного слова комментария ни от одного уполномоченного. По правам защиты ребенка ничего не получил. Но есть, конечно же, и положительный результат. Недавно в Москве была отмечена проектная работа областного правительства. Не остались без наград некоммерческие организации области. На втором этапе распределения президентских грантов целых 18 НКО из региона смогли добиться их получения. А вот другой рейтинг, обнародованный на прошлой неделе. Согласно нему, Ульяновская область находится в числе аутсайдеров в организации работы общественного транспорта. Однако, чиновники далеки от этих вопросов. Потому что просто-напросто, по мнению губернатора, не пользуются общественным транспортом. Большое количество транспорта, который мы содержим за счет государственных средств, поставить на прикол, в связи с тем, что очень многие из вас нарушают все видимые и невидимые инструкции, не заботятся о отдыхе водителей и пересадить вас на другой вид транспорта. Во-первых, деньги сэкономим. Во-вторых, контроля больше будет. Выступил губернатор еще с одной инициативой, которая должна сделать власть более открытой. Открытой к детям. Подрастающее поколение из муниципалитетов Сергей Морозов предложил приглашать в правительство и законодательное собрание, проводить для них экскурсии. И рассказывать им о том, кто здесь чем занимается, кто здесь за что в ответе. Думаю, что от этого только все выиграют. Еще одно направление работы со школьниками – обязательное внедрение в программу краеведения. Этот предмет будет прививать юношам и девушкам любовь к малой родине. Эту тему губернатор поднял в связи с прошедшим в воскресенье всероссийским географическим диктантом. Впервые в нем был вопрос по Ульяновской области. У нас было более 1850 участников. То есть, практически говоря, в два раза больше, чем в прошлом году. И самое главное, у нас не только четыре площадки в Ульяновске, и площадки в Демитровграде, но и новые площадки. Это фактически во всех шести городах вчера прошли мероприятия. От исторических и географических аспектов жизни Ульяновской области перешли к социально-экономическим вопросам. Олег Асмус подвел итоги развития региона за 10 месяцев года. Индекс промышленного производства за отчетный период составил 107,4%. Та тенденция, которая у нас была несколько месяцев, некоторого понижения индекса со 110 показателей, она остановлена. И по сравнению с прошлым отчетным периодом, с предыдущим месяцем, январь-сентябрь, мы даже еще немножко подросли. Единственной проблемой остается появившийся долг предприятий по заработной плате. Но до конца года он будет полностью ликвидирован. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.